В эти дни, в апреле 2024-го, спустя 30 лет после его трагической смерти в 27-летнем возрасте, снова много вспоминают о Курте Кобейне. Личности, которую трудно свести к какому-то одному определению. Там, рок-звезда, композитор, поэт или художник. Как мне кажется, лучше всего его личность и значение в культуре раскрывает слово «реформатор». Появившись в буквальном смысле из ниоткуда, как думает большинство, из захолустного пригорода Сиэтла на крайнем северо-западе США, в месте, где люди в основном занимались деревообработкой и употреблением алкоголя, а искусство было последним, о чем они думали, буквально за три года трое молодых людей из Нирвана поставили на уши всю современную им мировую музыкальную культуру. Заставили несколько поколений переосмыслить подход к звуку, лирике, музыке и стилю. Да и в принципе к жизни в целом. Круги по воде времени от явления Нирвана расходятся до сих пор. Быть может, не каждому молодому человеку сегодня это заметно, но если немного посвятить себя деталям и подробностям, то следы эти невозможно не заметить. Ну, например, бренды вроде Vans выстроили всю свою идентичность вокруг гранжа. Дизайнеры Кельвин Клайн и Марк Джейкобс перенесли неврежный стиль Кобейна на подиумы высокой моды. Я уверен, что элементы гранжа есть и в вашей повседневной одежде сегодня. О влиянии Кобейна на музыку лишний раз говорить смысла нет. Нирвана стали такой же поворотной точкой в музыкальной истории, как в свое время Битлз. О влиянии Нирвана на музыку написано, снято и сказано немало. А вот о том, кто, собственно, влиял на самих Нирваны, информации намного меньше. Из каких элементов гений Кобейна соткал это свое великолепное полотно? Миф о гениальном самородке, конечно, хорош. Но давайте все же сегодня попробуем обозначить людей, благодаря которым Курт Кобейн стал тем, кем он стал. Иконой, голосом поколения и одним из самых ярких явлений в музыке 20 века. Потому что и гранж не появился сам по себе из ниоткуда. И у самих Нирвана был очень интересный фундамент из людей, группы, артистов, которые окружали их в молодости, помогали и вдохновляли. А уже позже, когда Нирвана сами стали мейнстримом и величайшей группой своего времени, об этих героях подполья как-то позабыли. Не по вине самого Кобейна, кстати. Как раз-таки сам Курт постоянно в интервью этих людей вспоминал, акцентировал на них внимание, тащил на свои шоу малоизвестные группы, которые ему нравились, и у которых он что-то брал в творческом смысле. Просто сыграть вместе, чтобы помочь им, как они когда-то помогли ему. Но можно вспомнить хотя бы группу Митпапец, которые играли из Нирвана на самом известном их, наверное, концерте «Анплактон, Нью-Йорк». Курту просто нравились их песни, они дружили. Вот он их и пригласил сыграть вместе на MTV. Хотя группа эта была такими типичными героями подполья, и знали об их существовании до того концерта десятки, ну, может быть, сотни людей, не больше. В этом смысле как раз-таки сам Кобейн человеком был честным и благодарным. Но уж так работает информационная среда, что на виду всегда только главный герой. И это, конечно, немного обидно. Поэтому сегодня давайте исправим эту несправедливость по мере наших скромных сил и вспомним хотя бы нескольких героев американского андеграунда, благодаря которым Нирвана стали собой. Думаю, сам Курт порадовался бы такой нашей миссией. Давайте сразу обозначим, что об очевидных и мейнстримных влияниях на Кобейна, таких как Битлз, или Блэк Саббат, Филлис Экспистолс, и Рамонес, мы сегодня рассказывать не будем. Наша миссия сегодня все же в другом. Пролить свет на малоизвестных героев эпохи Нирвана и ей предшествующей. Просто скажем, что сам Кобейн свою концепцию видения звука Нирвана для журналистов в очень упрощенной форме выражал так. Мы хотели играть, как если бы Блэк Саббат играли песни Битлз. Добавим в этот коктейль всевозможных суперзвезд панка, таких как Секс Пистолс, Рамонес или Блэк Флэк, и мы получим самый базовый уровень видения Кобейном своей музыки в самом начале. Но интересно нам сегодня все же другие артисты. Надо сказать, что Сиэтл конца 80-х, времени, когда Нирвана оформлялись как художественная единица, конечно, не был творческой пустыней. Такая общая позиция, что Нирвана появились просто из ниоткуда, просто благодаря гению Кобейна, конечно, не совсем верна. Сиэтл конца 80-х был местом, в котором бурлили таланты и энергии огромных масштабов. Таких, что из этого ссора просто обязаны были вырасти прекрасные цветы. Молодые люди из окрестностей, разочарованные своими родителями-роднеками или бизнесменами, их отношением к жизни и потреблению, находили выход энергии своего разочарования в музыке. Сиэтлская музыкальная сцена конца 80-х стала идеальной платформой для выхода этого разочарования в художественной форме. Постепенно вокруг музыки в Сиэтле формировалось целое комьюнити журналистов, фотографов, кинематографистов, продюсеров и других энтузиастов, которые, собственно, и делают индустрию индустрией. Только в Сиэтле тех лет все это было на любительском уровне и держалось на голом энтузиазме и любви к музыке. Да и сами музыканты существовали тоже на чистой энергии. Понятно, что в финансовом смысле вся эта деятельность приносила абсолютно минимум и была андеграундом в самом что ни на есть классическом определении. Был там и небольшой лейбл сап-поп, который записывал и выпускал сиэтлских музыкантов. По сути, это был такой же полупрофессиональный кружок по интересам. Здесь надо отметить еще одну важную вещь. Сегодня, когда мы говорим «Сиэтлская музыкальная сцена», на ум сразу приходит великая мейнстримная стадионная четверка. Нирвана. «Саундгарден». «Перлджем». «Алиссен Чейнз». И создается ложное впечатление, что вот в конце 80-х был некий отдельный Сиэтл, некое отдельное музыкальное пространство, в котором десятки тысяч молодых людей уже посещали шоу техгрупп, и это было супермодно там, и это просто обязано было выплеснуться в мейнстрим. Все было совсем не так. В количественном смысле сиэтлская сцена в конце 80-х представляла собой едва ли сотни людей. В самом городе было всего несколько концертных площадок, а свободное время большинство обычных молодых обывателей проводили на дискотеках, а не на рок-концертах. Например, в июне 89-го года, всего за два года до выхода альбома бестселлера Нирваны Nevermind, лейбл Sub Pop попытался устроить музыкальный фестиваль в Сиэтле со своими подоперечками. Был завукан зал всего на 1400 мест. По нынешним меркам это вообще такой клуб меньше среднего. Играть должны были Нирвана, Тед и Матхани. Так вот, организаторы фестиваля очень сильно опасались, что не будет продан и этот маленький зал. В итоге все же случился солд-аут, и это событие сегодня считается первым большим профессиональным выступлением Нирвана. Но, я пересмотрел множество интервью участников той движухи, журналистов, фотографов, менеджеров и продюсеров лейбл Sub Pop. Все они в своей характеристике того времени сходились в одном. Да, мы чувствовали себя полнейшими лузерами, но также было какое-то необъяснимое странное чувство, что мы на пороге чего-то очень большого. Конечно, все это было сказано уже постфактум, когда гранж стал общемировым достоянием и трендом. Но, кто знает, быть может действительно эти люди что-то чувствовали тогда, в самом начале, и интуиция их не обманула. Да, и вот снова, когда мы говорим «Сиэтлская сцена сегодня», в голове возникает некий рой из десятков суперпопулярных и суперталантливых групп. На самом деле, это тоже не совсем так. Стадионными героями музыкального мейнстрима из всех сиэтлских коллективов конца 80-х, начала 90-х стали только четверо. Прежде всего, благодаря славе, опрушившейся на Нирвана. После выхода с Мазлэксин Спирит. Давайте еще раз это зафиксируем. Кроме Нирвана, это Саундгарден, Элиссен Чейнс и Пэрл Джам. Только эти четыре группы действительно стали суперзвездами. Хотя художественно одаренных музыкантов, экспериментаторов в Сиэтле эпохи зарождения гранжа было, конечно, намного больше. Да, на волне общемирового интереса к гранжу и колоссальной популярности сиэтлской четверки мейджор-лейблы подписывали многие группы из этого города, которые начинали на лейбле саппоп. Но как-то не складывалось. Иногда по вине лейблов, иногда сами андеграундные музыканты отказывались от условий мейджоров. Тут, конечно, надо еще держать в голове момент, что все эти ребята из Сиэтла имели собственно очень четкое представление о том, что такое хорошо и что такое плохо. Для многих из них мейнстрим означал взаимодействие с корпоративными монстрами, которых они считали врагами искусства. Собственно, этот внутренний конфликт раздирал самого Кобейна и стал одной из причин случившейся с ним трагедии. Многие знавших его вспоминали, что он, конечно, очень хотел популярность, очень хотел славы звезды рок-н-ролла, но при этом желал оставаться бескомпромиссным художником-нон-конформистом, что, конечно, с трудом представляется возможным. Так вот, многие сиэтлские группы, которые сформировали нирваны такими, какими мы их знаем, так и не встали на этот корпоративный путь, причем сознательно. Их клипы не крутили на MTV, они не попадали в чарты. Но, может быть, слава богу, зато сегодня мы можем оглянуться на их творчество и увидеть чистый настоящий гранж в момент своего зарождения. Так вот, одной из таких малоизвестных сегодня, но наиболее сильно повлиявших на появление и развитие гранжа в целом и лично на КБ и на сиэтлских групп был коллектив Melvins. Их лидер Баз Олсборн, он же Кинг Базо, гений-экспериментатор сонграйтинга и гитарного звука. Королем Базо его не зря называют, он действительно считается таким отцом-основателем творческой точкой отчета не только гранжа, но и сладж-метала. Курт был огромным фанатом Melvins. Есть куча фоток, на которых он запечатлен в их мерче. Они стали друзьями, если этот термин вообще применим к таким личностям, как Озборн и Кубейн. Так вот, друзьями они стали еще задолго до того, как в голове Курта вообще появилось слово нирвана еще в его подростковом возрасте. И если кто-то действительно и знает настоящего Курта Кубейна, его истинную изнанку, то кроме друга детства басиста нирвана Криста Новоселича, это однозначно бас Озборн. И если Крист в своих интервью о Кубейне говорит либо хорошо, либо ничего, то Озборн может вывалить правду матку. Ну, или то, что по его мнению является правдой. А что не правдой. Так, например, фанаты нирвана должны помнить в свое время наделавший много шума документальный анимированный фильм Mountage of Hack о ранних годах Кубейна. Выпускался он под слоганами неизвестный Кубейн, редкие материалы и так далее. Ну, вы понимаете. Так вот, Бас Озборн полностью этот фильм дезавуировал, сказав, что 80% фактов, изложенных в нем выдумки, не было такого никогда. В частности, он полностью опровергает миф о том, что Курт когда бы то ни было жил под мостом и что именно там во время жизни под мостом через реку Вышка когда мать его выгнала из дома и была написана песня Something in a way. Озборн утверждает, что это полный булшит. Никогда такого не было. Не было, утверждает Озборн, у Кубейна и проблем с желудком никогда, а историю с язвой он выдумал, чтобы оправдать свое пристрастие к наркотикам. Кубейн говорил, что употребляет наркотики, чтобы унять боль в желудке. Озборн же утверждает, что Кубейн принимал наркотики просто потому, что принимал наркотики и никакой язвы у него не было. Вообще, послушать Озборна, так Курт был знатным пиздом и создателем мифов о самом себе. Еще больше неправды в легенду о нирване добавляла Кортни Лав, жена Кубейна. Ну, как утверждает Бас Озборн. И вот поди тут разберись. То ли это в нем говорит зависть учителя, чей юный падаван во многом его превзошел. То ли Бас Озборн реально рассказывает то, что знает и говорит то, что думает. Я много интервью с ним пересмотрел. Думаю, все-таки второе. Дядька он максимально прямой и резкий, но при всем при этом, конечно, заслуги лично Баса Озборна и группы Мелвинс в формировании музыкального мышления и стиля нирвана отрицать невозможно. Они колоссальны. Кстати, именно Бас Озборн познакомил Кубейна и Новоселича с ударником Дэйвом Гроллом. Это был период, когда в нирване менялись барабанщики, они не могли найти подходящего по стилю, подходу и уровню мастерства. И как раз в этот момент к Басу обратился Дэйв Гролл, который искал, к кому приткнуться. Бас свел их с Кубейном и уже с Гроллом нирвана сделали альбом Nevermind, а остальное, как говорится, история. Да, на всякий случай Дэйв Гролл это лидер суперпопулярной сегодня группы Foo Fighters. Да, Дэйв Гролл был ударником нирвана. Но это и так, на всякий случай. Для наших зрителей помоложе побружжал по-стариковски. Есть еще один интересный момент об отношениях этих друзей детства. В 93-м году, когда нирвана были уже суперзвездами, а Кубейн легендой всемирного масштаба, Осборн предложил Курту стать одним из продюсеров альбома Melvin's Houdini. Кубейн начал с ними работу, но из-за своих наркотических проблем пропустил буквально пару сессий. В итоге Осборн его уволил. Но просто чтобы вы понимали, для 93-го года это как если бы в поп-музыке ваш альбом продюсировал Майкл Джексон, которого вы когда-то знали в детстве. Но Майкл Джексон. А вы его увольняете. Майкл Джексон. Ну вот такой он человек, Баз Осборн из Melvin's. Прямой, резкий, честный. Совершенно независимый от музыкальной индустрии и всех ее подводных камней и политеса. Каким был, таким и остается. И это, конечно, стоит ценить и уважать. Melvin's, кстати, существует до сих пор. Буквально вчера, 19 апреля, они дропнули свой 27-й по счету альбом Tarantula Hard. И сегодня это такие, знаете, кумиры кумиров. Баз Осборн, конечно, не только отец-основатель сиэтлской своего вдохновителя упоминали и Face No More, и Tool, и Sleep Not, и Lamb of God, и множество других артистов. Очень рекомендую познакомиться с их музыкой, если не слышали. Это действительно великий альтернативный экспериментаторский котел, в котором намешано все от джаз-рока до дум-металла. Реально великая группа, без преувеличений. Следующие наши герои, поучаствовавшие в формировании музыкального мировоззрения Курта Кобейна, сиэтлские группы Green River и Mad Honey. Строго говоря, это две итерации одной и той же группы. Два коллектива, ядром которых был и в случае с Mad Honey до сих пор остается сонграйтер, певец и гитарист Марк Арм. Этот музыкант примечателен прежде всего тем, что именно благодаря ему собственно говоря и появился термин гранж. В 87-м году его группа Green River выпустила очень свежо на то время звучавший альбом Dry The Bone. Это был один из первых релизов центра вселенной раннего гранжа лейбла Саппоп, о котором мы много сегодня говорили. Основателем лейбла был музыкальный энтузиаст и подвижник Брюс Певитт. Так вот, в аннотации к альбому Green River Dry The Bone Певитт написал Переведу Грубый вокал Рычащие усилители Marshall Ультраразвязная грязь Гранж Которая разрушила мораль поколения Дальше это определение Гранж Гранж это густая жидкая грязь Приклеилось ко всему, что играли сиэтлские музыканты на Саппоп Кстати, в этой записи Green River Dry The Bone в гитарах и вокале марка Arma уже буквально слышна ранняя нирвана надрывный полувокал полускри супергрязные гитары гитарные фидбэки используемые как отдельный музыкальный инструмент и отдельная музыкальная краска Все это уже прозвучало у Green River а позже в записях нового проекта марка Arma Матхани В конце 88-го года Матхани выпустили EP Superfuse Big Muff Это загадочное название просто название гитарных эффектов кстати Незадолго до своей смерти в конце 93-го года Кобейн составил список своих самых любимых альбомов Так вот Superfuse Big Muff Матхани был там на одной из первых строчек Влияние Матхани слышно через всю дискографию Нирваны А если вы послушаете одновременно первый альбом Нирваны Блич и записи Матхани и Green River того же периода то отличий услышите весьма немного А еще если вы внимательно послушаете дебютный альбом Нирваны Блич а следом вышедший спустя два года Nevermind перевернувший музыкальную индустрию с ног на голову то может сложиться ощущение по крайней мере в смысле структуры и динамики песен что материал этот написан разными авторами хотя конечно все это песня Кобейна и сегодня мы не можем не вспомнить группу которая является причиной этого фазового перехода группу которая изменила подход Кобейна к динамике песен и благодаря которой отчасти Smells Like спирит возможно и удалось стать проклассикой группа это называется Pixies не скажу что она уж совсем неизвестная киноманы в наших широтах точно знают ее по финальной сцене фильма Бойцовский клуб там звучит трек Where's My Mind Pixies группа бостонских интеллектуалов экспериментаторов их первые два альбома Surfer Rosa и Doolittle вышли в 88 и 89 годах соответственно и стали достаточно успешными в Европе но в США группу полюбили и расслышали в основном такие же альтернативные интеллектуалы экспериментаторы был среди них и Курт Кобейн который просто влюбился в Pixies и самое главное он расслышал как ему самому стоит структурировать песни лидер Pixies Фрэнк Блэк все свои песни строил по принципу тихие минималистичные куплеты громкие надрывные яркие припевы и вот эта базовая структура ну и большая мелодичность тоже что тоже характерно для Pixies как раз и отличает многие хиты на Nevermind прежде всего конечно Smells Like Teen Spirit ну или там Литиум и этим Nevermind отличается от первого альбома Nirvana Bridge Курт никогда и не скрывал что работая на Nevermind просто подражал Pixies вот его прямая речь из интервью журналу Rolling Stone в январе 1994 года он говорит о Smells Like Teen Spirit я пытался написать самую что ни на есть откровенную поп-песню в основном я пытался скопировать Pixies должен признать это когда я впервые услышал Pixies я так сильно стал себя с ними ассоциировать что мог бы играть в этой группе ну или по крайней мере в кавер-группе Pixies мы использовали их чувство динамики то есть эту синусоиду между тихими и спокойными куплетами и громкими и жесткими припевами кстати несмотря на то что в дискографии Nirvana множество каверов альбом Ancesticide почти полностью из каверов состоит ни одного кавера на Pixies Nirvana так почему-то и не сделали еще один интересный факт продюсером первого альбома Pixies Surfer Rosa был овеянный легендами Стив Альбини и Кобейн настоял чтобы уже много раз упомянутый нами альбом In Utero делал именно Стив Альбини именно потому что его работа стояла за звуком первых альбомов Pixies но Кобейн конечно не единственная поп-легенда восхищавшаяся Pixies и Bona из U2 и Strokes и Arcade Fire и Kings of Leon и Wizard в интервью множество раз упоминали Pixies как один из главных источников своего вдохновения а Том Йорк так говорил просто Pixies changed my life Pixies изменили мою жизнь в ранних хитах Radiohead влияние Pixies конечно тоже просто лежит на поверхности кстати Pixies играют до сих пор так что изучайте лайнапы фестивалей если там их увидите это очень весомый повод фестиваль посетить это действительно максимально влиятельные и уважаемые музыкантами группа хотя не то чтобы супер коммерчески успешные ну и конечно сегодня мы не можем не вспомнить еще одну легендарную группу которая в свое время что называется взяла шефство не только над Юноми Нирвана но и над всей молодой андеграундной сиэтлской сценой конца 80-х да даже шире над очень многими молодыми американскими альтернативщиками того времени группа эта называется Sonic Youth Sonic Youth Sonic Youth пожалуй самое интересное явление в американской альтернативной музыке 80-х гитарист и автор песен Торстон Мур для меня лично вообще один из самых ярких гитаристов всех времен человек максимально художественно одаренный постоянно экспериментировавший с настройками тембрами текстурами в общем очень художественный тип личности помню как-то меня поразил один интересный факт у Sonic Youth где-то я прочитал что у них сорвался тур потому что фура в которой ехали гитары Торстона попала в аварию поразил меня не сама авария а факт что Торстон Мур возил с собой целую фуру гитар то есть можете себе представить масштаб это его музыкальной палитры на живых выступлениях плюс к своим музыкальным талантам Торстон Мур еще и потрясающе одаренный поэт-фристайлер Sonic Youth это та самая нить традиции которая тянется от нью-йоркской богемы времен Velvet Underground к панку постпанку нью-вейв и гранжу играть они начали аж в 1981 году и к концу 80-х были уже легендами альтернативной музыки которым юные Нирвана и другие сиэтлские группы стремились подражать так кстати например пределом амбиции Нирвана перед выпуском Nevermind было цитирую стать такими же большими как Sonic Youth Sonic Youth активно помогали молодым музыкантам и в один прекрасный момент познакомились с Нирваной разглядев в них огромные таланты и перспективы они очень быстро сошлись и подружились по воспоминаниям людей наблюдавших эту дружбу это были очень трогательные отношения такая забота и опека старших братьев и сестер над младшими Sonic Youth всячески старались помочь Нирвана с промо знакомились с лейблами возили с собой в туры и на фестивале в качестве разогревающей группы в общем действительно вкладывались в их будущее совершенно искренне есть кстати замечательный документальный фильм 1991 год прорыва панка это такой роуд муви о туре Sonic Youth по Европе летом 91 года совместным с Рамонес Динозавр Джуниор Бэйбисон Тойленд Гамбл и Нирвана конечно то есть буквально за несколько месяцев до выхода Nevermind взлета с Мелз Лайк Тин Спирит на первые строчки чартов и общем мировой гранж революции это действительно очень интересные и ценные материалы чтобы увидеть и оценить Нирвана так сказать в непринужденной обстановке и увидеть их как людей на бэкстейджа они там очень много веселятся валяют дурака в общем совсем еще не поп-звезды вот сейчас закончите смотреть наш выпуск и посмотрите хорошую документалку по-английски она называется 1991 The Year Punk Broke оставлю вас этим прекрасным контентом конечно группа влиявших на Нирвана была намного больше чем могла бы уместиться в хронометраж нашего выпуска поэтому когда-нибудь к очередному юбилею какого-нибудь важного события вселенной Нирвана мы к этой теме еще вернемся на сегодня все всем пока бай бай